Между двух морей лежит, похожий на лист Винограда, Крымский полуостров. Орденом на груди планета Земля зовут его местные жители. Непотопляемым авианосцем величают иностранные военные. Колыбелью русского православия именуют верующие. Выгодное расположение, благоприятный климат и плодородная земля сделали Крым перекрестком дорог, политических и экономических интересов. Крым завоевывали и освобождали. За Крым боролись, проливали кровь и умирали тысячи людей. И именно в Крыму на мысе Херсонес в 988 году крестился Владимир Красносолнышко. Отсюда и пошло христианство на русские земли. Потом были Тмутараканское княжество, годы половецкого влияния, вторжение татаро-монголы владычества Золотой Орды, генуэзские колонии, крымское ханство, византийское княжество Феодора, протекторат Османской империи, набеги на рус, сожженная Дивлетгиреем Москва. Русско-турецкая война 1768-1774 годов положила конец османскому господству и по Кьючу-Кайнарджийскому мирному договору Крым получил независимость от Османской империи. В апреле 1783 года Екатерина II подписала манифест о принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей кубанской стороны под российскую державу. Так началось русское летоисчисление Крыма. Здесь начали возводиться города, развиваться земледелие, виноградарство, рыболовство, прокладываться дороги. При князе Воронцове начинает обустраиваться Ялта, а южный берег Крыма превращается в престижный курорт. В 1853 году вспыхнула Крымская война, в которой Россия воевала против трех империй – французской, британской и османской. Боевые действия развернулись не только на западной и южной границах России, но даже в Баренцевом море и на Камчатке. Самой горячей точкой стал Крым. Героическая оборона Севастополя продолжалась почти целый год, но в итоге город был сдан. В результате этой войны Россия потеряла влияние на Балканах и временно лишилась Черноморского флота. Однако Крым остался русским. В годы Гражданской войны на территории Крыма несколько раз сменяют друг друга белые и красные правительства. Завершением столкновений на юге России стал Белый Исход. Это произошло в середине ноября 1920 года, когда войска русской армии генерала Врангеля погрузились на пароходы и отплыли от крымских берегов. Полуостров был завоеван Красной армией и включен состав РСФСР как автономная Крымская Советская Социалистическая Республика. Во дворцах теперь отдыхают рабочие и колхозники. Весь край становится всесоюзной здравницей. За крымским солнцем и фруктами едут со всех концов огромной страны. Великая Отечественная война началась в Крыму. Именно на Севастополь упали самые первые фашистские бомбы 22 июня 1941 года. За 45 минут до авиационного налета на Киев. Наиболее ожесточенные сражения в Крыму происходили в районе Севастополя. Вторая героическая оборона города длилась 250 дней. В начале июля 1942 года советские войска были вынуждены оставить Севастополь, а затем и весь полуостров. Потери составили более 200 тысяч человек. Захватчики проводили на территории Крыма политику полного геноцида мирного населения. Людей расстреливали, топили в море, умерщвляли в газовых камерах, сбрасывали живыми в колодцы. Местами массового уничтожения крымчан стали концлагерь в совхозе «Красный», противотанковый ров в поселке Багерово, 10-й километр Феодосийского шоссе. За годы оккупации Крыма фашисты уничтожили более 130 тысяч человек. Угнали в рабство более 85 тысяч крымчан. В апреле 1944 года началось освобождение полуострова. Крымская операция завершилась полным разгромом 17-й немецкой армии. 9 мая был освобожден Севастополь. 1954 год. Никита Хрущев решает передать Крым Украине. До распада Советского Союза такое положение дел было лишь формальностью. Однако после 1991 года ситуация меняется и начинается неуклонная украинизация полуострова. Киев навязывает свои порядки, свой язык, свою историю. Крым не согласно бурлит. Митинги и акции протеста обостряются в 2004-м после победы Оранжевой революции. На этом фоне в Севастополе укрепляется украинский флот. В кабинетах укореняются киевские, а затем донецкие ставленники. Начинается разворовывание крымской земли, санаториев, прибыльных предприятий. Экономика приходит в упадок. Дороги постепенно разрушаются. Детские сады и школы закрываются. Русская литература переходит в разряд иностранных. Пушкина и Чехова заменяет Шевченко и Франко. Дело производства, инструкции к лекарствам, преподавания в вузах переходят на украинский язык. Вместо георгиевской ленты символом победы становится красный маг. Героям войны причисляют воинов украинской повстанческой армии, воевавших на стороне гитлеровцев. Февраль 2014 года стал переломным в истории Крыма. События на Майдане, гибель крымских бойцов спецподразделения «Беркут», нападение на крымчан, участвовавших в киевских митингах против государственного переворота, и победа Евромайдана делают невозможным дальнейшее присутствие полуострова в составе Украины. Начинается «Крымская весна». 27 февраля 2014 года республиканский парламент назначил главой Совета министров Сергея Аксенова. Затем были декларации о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя, общекрымский референдум и возвращение в родную гавань. Мы идем домой! Крым в России! Ура, товарищи! 18 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии полуострова в состав России. За семь лет жизнь в Крыму кардинально изменилась. Был построен Крымский мост, трасса Таврида, новый аэровокзальный комплекс Симферопольского аэропорта, а также Балаклавская и Таврическая ТЭС. С 2014 года в Крыму появились четыре новых школы, открылось более 70 детских садов. В 2021 в Республике планируют создать еще 16 садиков и 4 школы. В октябре 2020 года была открыта новая Республиканская клиническая больница имени Симашко. Медцентр рассчитан на 734 койки, оборудован самой современной техникой и специальной аппаратурой. Отреставрирована визитная карточка Крыма, замок Ласточкино гнездо. Во всем леске после масштабной реконструкции предстала знаменитая Митридатская лестница в Керчи. Открыто огромное количество спортивных и детских площадок, отремонтированы парки и скверы, восстановлены памятники, построены новые мемориалы. В развитие промышленности и сельского хозяйства вложены десятки миллиардов рублей. Поднимаются новые сады и виноградники, возводятся теплицы и молочные комплексы. Крым строится и развивается, цветет и хорошеет. Сюда едут туристы, здесь живут уверенные и счастливые люди. Они знают. Крым дома. Крым в России.